Ну, типа, в 7-8, да. Надо было понять, что там есть, Маф. Легчайше доехали, ребят. Как настроение у вас? Как дела? Все в порядке? Все хорошо? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы не ругаемся, никто не ругается у нас Очень позитивно все идет И мне в целом это больше нравится, чем прошлые игры Вот вчера мы день закрывали, было прям очень-очень грустно А сейчас, в принципе, все с кайфом По-другому я не скажу Может быть, уж Клаус на суде чаще сидит Может быть так Ну, кстати, типа, знаешь, я там немножко в тильтис предыдущие игры, но это так, типа, я порадовался, наконец, типа, Волоша выиграл Вот Типа, я сегодня и так много плана выиграл Типа, я порадовался, что Волоша выиграл Выстави один Ну, 9-10 мафа превратились и потом уже прям вообще Выстави один Ну, седьмого сложно было идти мафом Елисей скрылся, конечно Смотрите, я не хватало, когда мы хотим пилить девятой Елисей Ой Так, ну, что сказать Речь второй игрока мне не понравилась Ну, такая, слабенькая, слабенькая Мне, в принципе, никогда речи Иль не нравится Хорош Вот, пускай погорит на пупиле Но в одной игре мы нашлись красными, он, типа, ну, дал хорошую позицию Мне понравилось настолько, что я, типа, сказал, что он красным Мы билуем красным, и нашелся Вот, я достал красным Выставим, послушаем Кстати, когда меня назвали в предыдущей игре красным, мне было намного проще играть Вот реально, все нашлись красными, было намного проще играть, чем придумать аргументы, почему я красный Вот А так, всем хорошим зрения, всем хорошей игры, надеюсь, красные опять победы Смотри, Елисей, я тебе просто объяснил, в той игре, вот смотри, почему мы сняли шестого, ну вот смотри, допустим, шестой посидит. Мы снимем девятого, шестой сон опроснётся, скажет 2-4 не красный, и будет играть против красных, это бессмысленно, абсолютно. Чё по речам, первый не красный, абсолютно за такую речь, вообще не знаю, что я вообще сказать, у него реально не было мыслей, ну и я твой цвет более-менее понимаю, но у тебя сейчас реально вообще синяя по ни одной мысли, и вообще не знал где-то. А второй, второй сыграл с первым, я правильно понимаю, не сыграл, ладно, второй больше красный, ну поговорил, по крайней мере, лучше намного, чем первый, поэтому пока 2-3. Может, конечно, и первый красный, второй мап, там выехал по счёту плохой речи первого, но пока что я так не думаю. Пока 2-3, первого надо послушать на пропиле, там по цветам, в общем, просто плохо поговорить. Так, доброе утро, город. Ну, Клауза нету в этой игре, чтобы крышевать Илюшу, и говорит, что он точно красный по таким речам. Но откровенно плохая речь, сказал, что ночью ничего не думал, пытался что-то зацепиться за стол, в итоге ничего толком не сказал, абсолютно. Ну, второй игрок говорил на фоне первого, конечно, лучше, мне понравились больше всего мысли третьего игрока, где действительно там как-то второй игрок может выделяться на контрасте с первым игроком. Вот, но то, что, Бонгер, ты не слышал, что второй не играет с первым, вот я так ещё его переспросил, только что перед тобой говорил, ты это не слышишь. Поэтому поиграю на этот круг 2-3-4. Акценты между игроками 2-3 сложно расставить, я уже объяснил, почему, потому что третий не слышал. Ну, по, типа, да, по позиции третий, наверное, не краснее, чем второй. Пока она на 2-3-4-2-3, ему не краснее, чем второй. Игрок номер 2 сказал, что у 1 была плохая речь, когда она была плохая, игрок номер 3 переспросил, игрок номер 2, у вас 1 поиграет. Я играю 2-5. Я думаю, что игрок номер 4 со своей позиции должен был начать речь с того, что подозрительно, что игрок номер 3 пропустил то, с кем играет игрок номер 2. Короче, смотрите, я поиграю пока что 2-5, и, в принципе, по вот динамике того, что зачем говорил Му, я не посчитал его черным, но он еще и называет красным игрока номер 3. Я думаю, что в 1-3-4 очень вряд ли есть три красных игрока. Я уверенно пока что поиграю с 2. Сам по речи я посчитал 4 краснее, чем 3, но 4 сам берет 3 в команду, а я не хочу его убрать. Поэтому я поиграю пока что 2, и мой личный свет 4 не черный. В речи первого вообще ничего не было полезного. 20 секунд к молчанию, и мычанию ничего вообще не было. 1-4-5 сыграю. Я объясню свои цвета. Я не люблю, когда люди говорят, что победа красная и тому подобное. Джей это редко говорит, что в последние игры я от него это не слышал. Вот, типа, из-за второго бокса кембале он обычно просто осуждает, осуждает. Здесь он это сказал, как-то за столу понравится. Тем более, он сказал, надеюсь, опять выигрывает мир. В прошлой игре выигрывает черный, в смысле опять. Вот. Третье такое ощущение, что подтянул второго. Мне не понравилось. Там первого все отказываются. Два-три, двойка. Я думаю, что четвертый не черный. Пятый пока может. Ну, если маптик, то это безопасно. Потому что играет против. Думаю, точно своего черного, если черного. Поэтому 1-4-5. Я думаю, два краснее, чем три. Два-три от одного до двух. Спасибо. Обозначу позицию. Игроку просто обязательно нужно еще 30 секунд. Он просто на меня их потратил. Вот, я решил ему вернуть долг. Нормально? Про 1-2 же не надо говорить. Лучше поговорить по прошлой игре. Что? 1-2. Отличная серая речь. Сказали, можно 1-2-3 поиграть же. 2-3 ты поиграл. Короче, у нас какая-то булочная ситуация. Получается, я поиграю 5-6. Вот. Я не хочу брать никого не из 1, из 2. Извинения от меня к Волошу и к Юре по этому поводу. Вот, Юр. Я не считаю, что Тедди поговорил хорошо. Но он явно поговорил лучше, чем первый игрок. Вот. Но пока что брать его не могу. Вот. Я считаю, что третий... Ну, он не поговорил хорошо. Он поговорил лучше, чем первый, но нехорошо. Вот. Я, честно говоря, не понял, почему Му взял Бонгера. Вот. У меня только по этому вопрос к Му. Поэтому Му за скобками можно вполне себя ставить. Я думаю, что по этому 4-5-6-7. У меня какая-то команда слишком длинная, мне кажется, получается. Возможно, какая-то неправильная. Но, мне кажется, самая безопасная на этот круг. Потому что в 1-2-3 происходит какой-то хаос. Там надо точно разбираться. Я думаю, что проверка в 3 будет отличной. И Елисей, вы в своей речи сказали, что и 5-6 только берете. А потом добрали еще четвертого. Как мне послышалось. Вы с четвертого вначале не взяли. А потом сказали, еще и четвертого возьму. Поиграю 1... Поиграю 1-6. Вот. Поиграю 1-6. Не хочу брать пятого. Первого все пытались вступить. Указываю ему помощь. Четвертый заиграл 2-3. И 2 на своей речи сказал вообще в конце своей речи. Сам искал. Желаю победы мирным, как и в прошлой игре. Но я напомню, что в прошлой игре победили Мафу. Вот. В прошлых играх. А, ну видите, он ничего не обжалил. Вот. Я думаю, 3-4-7. Не знаю, кто там кого подтягивает. Как сказал Волошу. Возможно, 3 подтягивает 2. Но я в 3-4 попил бы хотел. Не, 8 не проверяется. 8 сидит. Нет, нет. Проверка 8 не нужна. Спасибо. А что все так набросились на игрокам номер один? Мне будет скоро 27. Мне, без того, что все в него едут, кажется, что один красный. Вот. Игрок номер два. Ну, в принципе, он, типа, прям для того, что он въехал в один, мне больше понравился. Вот 3 усиливает 2, да, берет его в команду. А 4 усиливает 3. То есть вот это вот 5-6 как-то... Ну, 5 подметил этот, 4 не поиграл, да? Но при этом сказал, что типа 4 не черный. А 6 взял 4. При этом 8 вы говорите, что у вас 4 типа, ну, подозрительные, но 6 поиграл с 4, а вы поиграли с 6. То есть тоже какая-то непонятная хрень получается. Но мне понравилось, как 8 заметил по 7, что типа 7 сначала сказал играет 5-6, а потом уже добрал 4 еще туда. Что, я не знаю. Я сказал 4, пока за скобками, потом уже взял 3. Хорошо, поняла, все. Ну, вообще, 7 мне показалось больше красным, но вот это правда была в твоей речи. Вот, короче, хочу поиграть 1-5. А еще Lost не спи. Что-то засыпаешь какой-то вообще. Иногда я за ментов, иногда я за воров, иногда я за... Нет, я понял, что мне муж... Кирилл, Кирилл. И больше на горычке отцепируюсь. Смотрите, как 4-й пыры мне еще понравилось. И при этом как 5-й пыры мне понравилось. Вот, Lost 4-5, все это, конечно, интересные. Но как по-третьему игроки 6-7, 8-9 поговорили, я уже не думал, что эти черные. Потому что, ну, первое, отказались все. А в 1-2-3-3-5, 5-3-3-ка есть. Поэтому, первое, потянули ребят на 6-9. Второе, я сильно черный подозревал. Эмоциональный подъем неплохой. Я думаю, смотрите, 1-2-3-4-5 много красных. Это так. Ребят на 6-7 подозревал. Это определенно так. Отсюда я прокоммуницировал. Я согласен с игроком номер 10. Это проверки 3 красные, он хотел 5-6-7 поднять. Я если что-то таким черным не читаю, вот на 6-7 немножко подозреваю. 1-3, давайте попилим. 1-3, 2-6-1, 2-6-1. Смотрите, профессиональный ход. Мне понравилась встреча игроков 5-8. Они для меня сейчас наиболее красные. После этого у меня по красоте будут игроки 6-9. Их речь мне понравилась. Почему игрок номер 4 красный, мне не очень непонятно. Потому что он типа потянул игроков 2-3, в принципе. И из-за этого я его красными счел. Игрок номер 5 это заметил. Игрок номер 6 зачем-то сыграл на объединение, но сказал, что четвертый может быть в этой игре, в принципе, и красный. Поэтому я считаю его вполне комфортным, да. Вот. Моя команда сейчас, я говорю, это 5-6-8-9. Максим с повороткой на 1 мафа, я думаю, так. Смотрите, я цвет игрока номер 5 понимаю плохо. Не все красный. Обязательно между 6-7 усилил маф, поэтому я про весь красный 5-6-7 встану со стола. Я? Максим с повороткой на 1 мафа. Максим с повороткой на 1 мафа. Максим с повороткой на 1 мафа. Ну, я считаю, что черные игроки провели неуважение, потому что я вытянул шерифскую карту, даже просто если красную, просто стольких черных можно дать мне посидеть, чтобы я поиграл, я считаю, что это неуважение. Четвертый игрок проверенный черный. Ну, он шел проверять на рандом. Му, вот ты черный, и ты еще вот после моей такой фразы показываешь, что ты не шериф. Хотя бы уважение не был бы признаться, хотя бы в этой игре, чтобы у меня обиды не было. Я реально... Уважение, это шериф, дай проверку. Я сыграл 5 черных, вытянул шерифа. Вы знаете, что я, ну, не черный, пока вы меня стреляете. Я считаю, это неуважение на мафе. Четвертый проверенный черный, восьмой, он пытался вскрыться против меня, со вторым коммуникает, коммуницировал. Вот, 4-8, два круга, последнего, думаю, найдете. Вот. Последний. Вот, отметить. Ну, не знаю. Кинул на рандом. Все. То есть, восьмой комиссар. У него третий проверенный черный. 3-4-8 по очереди. Я других вариантов не вижу. Окей, сейчас уйдет игрок номер 4. Нет, Бонгер, сейчас уйдет игрок номер 4. Игрок номер 8 даст еще одну проверку. После этого, ну, может, 3-4 в любом порядке. Уйдут два круга. Восьмой даст проверку. Если что, мы запопаем. 3-4-8, двойка. Я считаю. 3-4-8, двойка. Восьмой даст свои проверки. Мы послушаем, сформируем команды. То, как ушел шестой, типа, ну... Я реально, если, типа, мафия по статике выстрел шестого игрока, ну, это реально. Я думаю, 3-4-1 точно есть. Проверок. 3-4-8, двойка, должно быть. Слышишь себя, Тедди? Вот ты иногда вообще слушаешь свои речи. Если 3-4-8, двойка, то обязательно шестой шериф, обязательно я красный, 4-8, мафия. Ты этого не понимаешь? Ты вообще слышишь свои речи? Ну, да. Просто забрали вот этого молодого человека раньше четвертого. Смотрите, я черный, допустим. Представим, что я черный, правильно? И я никогда не буду отказываться от шерифа, во-первых. Скажу проверить за 3-красным, никогда не скажу подниму 3-6-7, видимо, я отстрел на шестом, не покажу, что черный в 100, а крепится в 2-3, двойка. Поэтому сняли восьмого, раньше четвертого. А, ты не шериф, а зачем ты скрываешься, если? Четвертый. Я красный, я за то, чтобы убрать восьмого. Я волосу в этой игре бы не стрелял, ну, о чем вы говорите вообще такое? Хотя я с ним до этого не играл. Кто шериф? Восьмой шериф. Хотя нет, он дом, просто скрывается. Ну, я думаю, у него нет проверки 4 черные, просто вот это все он восьмого проверил. Я по восьмому. Значит, смотрите, в меня въехал весь стол за то, что я поиграл с третьим. Третий красный игрок, который хотел усидеть на двух стульях. Он говорил, типа, ну, один поговорил плохо, два на его фоне поговорил получше, ну, может быть, все наоборот, может быть, два в этой игре черные, один красный так вылез на контраст. В меня въехал весь стол за это, пятый игрок выкидывает меня, шестой меня играет, седьмой меня выкидывает из аргументов. Личей 9-10, я не слышал меня там, мне позвонили по телефону, я просил тайм-аут поставить, тайм-аута не было. Я посижу. Что, Бонгер? Позвонили по телефону, это замечательно. Давайте я расскажу анекдот. Представим, что Шесть самострельнулся и обвиняет в том, что мафы его убили. Звучит, как неплохой такой анекдот, да? Типа, застыдить весь стол. Я не знаю, кто Шрифт, я не Шрифт, ну, типа. Типа, ему впадло шестую черную тянуть просто. Получается, что Шрифт, который проверил восемь черных, отдал четыре черных. Правильно, Мой? Смотрите, для меня игрок номер три пока не красный за две вещи. Во-первых, он говорил перед этим, я проверю с красным, пять, шесть, семь встанут, я игрок красный, три. Шесть, скорее всего, комиссар. Елисей-то красный? Если даже Елисей черный, ну, типа, окей, троих. Хотя пока Елисей не черный. Хотя и четыре, казалось, типа, не черный для меня. А просто позиции. Четвертый может легко подтягивать третьего. Мне до сих пор не понравилась речь один. Я до сих пор считаю двойку красным. И потом будем разбираться в восемь, девять, десять. Где против седьмого я не играю. Я думаю, седьмой, не черный. Я думаю, что весь стол в тебя въехал, когда пять сказал, мой личный цвет. Четыре не черный. Шесть поиграл в команде четыре-пять. А я сказал, что у меня четыре за скобками. Ну, какая-то вообще. Дальше, дальше, дальше. Игрок номер восемь, вы комиссар? Игрок номер восемь, вы комиссар? Вы не комиссар. Ну, в любом случае, уйдете с этого стола игрок номер восемь. В прошлой игре лост пошутил точно так же. Ушел на угадайки. Отличная история. Да, и был два красный. Тедди, я черный. Все еще. Отлично. Игрок номер один. Почему вы играете с игроками пять, шесть, восемь, не играете с игроком номер семь? Можете объяснить, пожалуйста, по своей истории? Вы говорите, я думаю, что четыре черный, и я поиграю пять, шесть, которые взяли четыре, правильно? А семь выкинул, который тоже взял четыре. Почему? Есть объяснение? Очень хотелось бы услышать. Поэтому я хотел вас поднимать. Игрок номер три. Пять, шесть, семь, встают. Для меня пять, красная, шесть. Вообще, вас стреляли. Пять, шесть, семь, встали? Во. Поэтому нужно было обоих поднимать. Если вы оба красные, то это... Вот, восхитительно. Просто, блядь, охуенно. Вот так вот сделал. Так, смотрите, господин Велисей. Я поиграл один, шесть, так я поиграл лучше команду. Мы взяли четыре за скобками какими-то, а четвертый черный. А я сказал на своей речи, что четвертый черный. Вот. Я думаю, бонгер красный. Мне не понравилась речь Тедди, который стал рассматривать серьезно мое комиссарство. Вот. Он там начал говорить, что восьмого мы выведем, что-то такое. Я думаю, три, мой опорный красный, я ему даю руль, если он посчитает нужным снести меня еще раз. Нет, три мой опорный красный. Нет, ну, три мой. Три мой опорный красный. Три мой опорный красный. Не отдам, бонгер. Нет, не опорный красный. Ладно, на самом деле, десятый. Вы вот когда говорили про первого игрока, да, вы сказали, девятый оказал им поддержку. Шестой. Вы очень внимательно слушали речи, но так внимательно, что прослушали, что я первый. После шестого, кто сказал, даю поддержку первому игроку. Первый за это тоже мне красный. В день три игра. Вот. А я... Про меня что-то можно сказать? А кто черный тогда? Ну, и у вас три красные игрок номер 8. А, все уже эти, типа... Кто у меня черный? И что? Короче, у меня три не красные, но сейчас, понятно, уходит игрок номер 4. Ну, типа... Ну, что? Ну, игрок номер 4. Ну, если шесть самострел, то вы уйдете, бросите ему баланс. Ну и все. Ну, в чем проблема тогда? Ну, вы не шериф, не шериф, все. Шесть-четыре уйдет, раз шесть-четыре, один моб есть точно. Поэтому 4 уходит, а дальше мы посмотрим, другой комиссар пока не вскрывается. Ну, значит, возможно, его вообще нет. Просто 3 говорит, проверяется ли я красным, 5-6-7 уходят. Кстати, там еще 5-7-8-10 бахают подъем, типа, 1-3, где один так говорил, типа, не хотел пилиться, я вообще подумал, что может он уколом будет или что, а они бахнули за подъем. Сложно, сложно. Ну, просто я бахнул за подъем, потому что первый поиграл против всех моих цветов. Сейчас такое ощущение, что, ну, пока его команда правильная. Я думал тогда, что 1-3, не красный. 4-8, черный проверка, скорее, ты игроку номер 4, тогда мои цвета, ну, прям не выше. Я бы даже рассмотрел версию, что он смотрел, но шлифов нет. Пока не очень хорошо. 1-3-7, двойки нет. Я, седьмой, шестой, восьмой, восьмой. Восьмой сказал, три красные, уверенные. Очень интересно. По идее, по идее, в 1-3 должен быть их махнут, да, если я там отдал до двух. Правильно. Ну ладно, сейчас мы в его случае до круга 4-8, надо еще подумать. Игрок номер 7. Вот, акцентируйте речь на мне. Я по нулю счел, чтобы оказывать поддержку четвертому игроку. Вы его сказали, ну, он для меня сейчас не черный, я его возьму за скобками. Поэтому я вас в команду не заиграл. Вот игрок номер 8 акцентированно протокол 4-го игрока. Мне это понравилось. Я сказал, у меня 5-8, это сейчас мои два самых красных цвета. Я не понимаю, типа, ну, 8 может быть клоун, конечно, потому что весь стол сейчас хочет 8-го упаковать. Ну, 8-го вроде черные кончились, я так понимаю, да. Может быть, я в нем ошибся. После этого я сказал, что 6-9 не понравилось по их рассуждению. Игрок номер 10 просто взял другую команду, поэтому я не мог с ним заиграть. Сейчас мы вроде с ним меримся, правильно? Кто черный? Я думаю, четвертый, я думаю, седьмой, который его подтянул. И еще одного мы сейчас будем искать. Я думаю, что седьмой черный, он его подтянул по нулю. Ты так не считаешь, Бонгер? Смотри, давай еще по-другому. За 1-3 проголосовали на подъем. Кто? Кто проголосовал за подъем игроков 1-3? 5-6-7-10. Кто? 5-7-8-10. 5-7-8-9. Кто черный из нас с Бонгером? Не, ну просто это невозможно играть. Сидят красные игроки, им абсолютно похуй, кто что говорит. Просто вот проверенные, проверенные есть, все, голосуем в него, голосуем в него. Я говорю, третий красный. Я сыграл с третьим игроком. Восьмой игрок сейчас на своей речи говорит, ой, у меня три опорный красный. А какая у вас черная команда тогда, восьмой игрок? Расскажите, пожалуйста. 2-3-4, наверное, да? Я заиграл 2-3, двух своих матов. Все сказали там, типа, ну третий не такой красный, второй не такой красный. Ну что вы делаете? Как вы вообще играете просто в это? Я не знаю, просто зашел поиграть, все, удовольствие от игры просто съели. Я не знаю, кто тут черный, я не знаю, кто из вас красный. Удачные игры, победы красному городу. Спасибо. Спасибо. Просто восемь, мне кажется, больше красным, типа, потому что... Ну что, пауза? Ну типа, четвертая сказала, что типа, ну, ну, по-моему, что четыре черные. Просто я не понимаю, почему сейчас он говорит, что ты прекрасный. Если, ну, типа... Короче, пусть будет. Ну просто три подтягивает в начале два, четыре подтягивает три. При этом говорит, что у него три краснее, чем два, хотя в оппозиции там типа два должен был быть краснее. И я почему-то думаю, что один красный, 5-7-8-10 бахают за подъем 1-3, что мне непонятно. Поэтому я думала, что пять, семь, восемь, десять могут быть мафы. Ну типа, семь получается. Так, да, один, три красные. Мне пять просто... Короче, оставлю так. Не знаю. Три чеша, я вижу. Это одна из версий. Ну ладно, игра перестает быть легкой. Нет, восьмой посидит, я думаю, красный восемь. Короче, я сыграю тупо стенка на стенку, как я сказал по нулю. Я считаю, что пять, семь, восемь, десять обязательно стоило двойка за подъем. Я думаю, первый красный в этой игре будет первое место. Все, будем рубиться стенка на стенку. Начнем вот с вот этого молодого человека, который сказал пятый красный. Начнем вот с семь. Я думаю, восьмой красный. Нет смысла говорить про эти точно красный, когда я уже показал, что восемь не красный. Думаю, красный первый. Спасибо. Блядь, а я все это время на речи игрока номер девять думал о том, что если семь черный, он черный, скорее всего, с три. Короче, я объясню свою логику. Смотрите. Пять, семь, восемь, десять. Типа ставят за подъем, где семь может подзамазаться, зная, что не будет подъема. И как бы семь говорит, что подозрительный один. Ну смотри, Елисей, ну прикати. Семь говорит, подозрительный один. Правильно? Я говорю, что для меня не красный игрок номер три, где игрок номер семь не отыгрывает против игрока номер три и говорит, что один подозрительный. Поэтому я думаю, что один, если черный, он черный не с три и не с семь, скорее всего. Но теперь игрок номер три говорит, что он выставляет семь. Получается три не черный с семь. Зачем три черный с семь будет в первой своей, в первой своей, в первой своей, в первой своей слова говорит про то, что, ну получается семь. Я думаю, что два, скорее красный, потому что у него вообще нет игры. Если один, то восемь, десять тот из них. Таймот там просит, Клаус. Колебастет, если что, будет на следующую игру, но, типа, если будет, типа, игра в следующую. Да. Спасибо. Я опять речь пропустил свою. Короче, я думал, что три семь вместе черный, но теперь три начинает свою речь с того, что у него семь черный, говоря о том, что в пять, семь, восемь, десять есть двойка. Речь игрока номер один я сейчас вам повторяю. Мне четыре, показался, что плохо поговорил. Игрок номер пять, игрок номер шесть, отличные игроки. Игрок номер семь подтягивает игрока номер четыре. Игрок номер пять говорит четыре, не черный. Игрок номер шесть говорит, играю в команде четыре, пять, шесть. Игрок номер семь говорит, играю в команде пять, шесть, четыре за скобками, потому что его взяли и пять, и шесть. игрок номер один говорит 7 5 сказал мой личный свет 4 не черный и 5 и 6 подтягивали игрока номер четыре сильнее чем это дел игрок номер 7 игрок номер один за подобную речь даже если красный мне уже плевать уходит отсюда совсем столом тэдди я думаю ты красный бонгер подумай 6 шрифт сказал 8 сняли 8 8 8 сняли руками а чё ты дудиков нахватался мы сейчас решаем кого мы будем уводить ты нахватался три выкрика вот как теперь мирному городу рассмотреть что ты мирный за этим столом и я почитал тебе черным вообще где у меня 1 3 мои красно-форные игроки седьмой игрок езжай от моего первого форного красного вот и вся правая половина стола в том числе ему назвал первого черного я думаю что он с одним черным и своим заиграл на свои уходящие речи мы включил актерку дополнительно красным и третьего игрока я думаю 274 черная команда пожалуйста хватит нет эти хватит у тебя сфере фалахи обудовательного такие вещи типа эмоций поменьше смотри 4 черный 4 черный четвертый группа находящей речи акцентирована борется с игроком за цвет прекрасный при команде 34 но это сомнительное решение первое посчитал красным к тому же 1 акцентир 14 при проверке черный 4 не опылил с третьим то что я хотел поговорить поэтому первый так или иначе красный если кто-то стоит на голосование черных это третье но при этом при этом 3 что да я смотрю у тебя рассказал внутри красный да я 3 8 красный который бахлорку за 2 подъем официально 5 7 могут быть черными 5 группы будет горит 2 красный потому что мы некуда будет 5 6 7 к 5 6 7 ты сказал 5 6 7 месячем поднимали руку тогда если сочли меня после попила красным и третьего игрока на красне но много кто на красне очень угроз цвета не сошлись поэтому поставок западем полностью а потом после круга но давайте я с вас пока что слезу я объясняю вам вот господин стать его бокса который для всего стола сейчас красный говорит что у нас в он для тебя не красный и свят потом через круг расскажешь вот 8 и 3 красный так ребят я запутался ездил я уверен только в одном игрок номер 7 вначале пытался потянуть игрока номер четыре где 5 искал что четвертый для него не красный он сказал не не черный а не красный я счел что пятый игрок не играет четвертым игроком вот ну вот это это значит серый понимаете 5 я сказал 4 не черный но мне в целом понравилась его логика по пятому игроку вы понимаете 6 сыграл смело с пятым без его позиции я считаю что здесь ну типа 5 игрок самый 2 ты уверен бетон 2 бетон 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 мне что-то надо говорить или мы сейчас просто 8 снимем я не знаю юр я не уверен уже что 8 черный сейчас 10 просто поговорил космос 3 поговорил 7 снять и 7 проголосовал у 3 1 красный у кого-то один красный кроме 38 скажите у кого у тебя один красный а с чего объясни мне где я четвертого игрока подтянул скажи мне где я починул четвертого игрока скажи мне первый игрок я на вашем месте с 10 с игрока седьмого вот лишь начинается казаться что мы сейчас сидим просто два красные здесь такая инфа потому что седьмой был поставить меня 8 красный поставил меня ручку я бы улетел со стола меня поставили 1052 логично знаю свой цвет не могу рассматривать что красный где я сказал что тэдди у меня не красный будет или втапливать меня свой свет я знаю я думаю 8 вену лезет стрелите бонгера пожалуйста это просто кошмар ситуация такая если бонгера не стрелять то бонгер должен уйти мне кажется что он самый красный за этим столом вот для меня самый красный 1 3 кто черная то я лично думаю ты не красный ты веришь ли мне 10 не нравится 10 выстава меня я мирно жить вот я стали 13 пока с ней как раз вот потому что 7 мог сразу выкинуть руку и даже попила бы не было седьмой режется с первым два десять пять двойками пас с север пас Продолжение следует... Нет, пятый красный в этой игре. Восьмой, который уходит, говорит 2, 4, 8. Я говорю, восьмой черный в этой игре. 2, 5, 10, 2. 8, сказал. Между 1, 7, 1 мафос, рассказываю. И мне больше не нравится игрок номер один. Восьмой черный говорит, типа, 7, 8, мы можем быть красным. Вот мне это еще не нравится. Рули оставляют пятого игрока, пятый самый красный. Если 10... Говорить сейчас, я не понимаю, что... Я так оставлю. Смотрите. Ой, блядь. Если один черный, он, по идее, черный только с 8. Но просто смотрите, если один черный, а 10 говорит 1, 3 красный. Получается, у 10 черный 7, 8. А, ну где седьмой не ставит руку в 8. Один черный только с 3. Потому что иначе бы голосов столько не было. По нулю. Но нет, это не совсем так. Смотри. 7 может быть, типа, черным с 8, где седьмой не ставит руку восьмого, а ставит ее в сторону изначально. Ну потому что 3, 7 я не дам черной двойке вообще никак. Это невозможно. 3 начинает свою речь на семерке и говорит. Ну, выставлю я 7, как маф. Я думаю, что, типа, в 1, 7 есть маф. И в 10, может быть, в 10, 7. Просто десятый игрок ставит за подъем вместе с седьмым 1, 3. А потом говорит... Бля, я в десятого, короче. Я в десятого выставлю. Десятый сказал. Один, три, красные. А потом... Я по голосу, куда ты скажешь? Ну вот с этого молодого человека я слезать не собираюсь. Десятый, десятый. Поговори, плиз. Десять убрать, хорошо. Нет, нет, нет. Я на самом деле, Юр, начал подозревать, что может быть и красным. Объективно говоря. Послушай, пожалуйста. Вот, ну тебя завещали красным. С кем? У меня были такие мысли. Я сказал, 10 черный. Нет, красный. Десятый поговорит. Пусть. Десятый поговорит. Десятый показывает. Среди 7, 8 есть мафа, да? 7, 8 команды. Десятый сказал. Десятый сказал. Один, три, красные. А в 10 не едет, а в 3 не едет, да? Интересно. А 7, 8 руки не вместе ставят. И 7 решает скинуть руку, чтобы попелиться лишний раз 7, 8, да? Какая версия? 7, 8, чтобы лишний раз попелиться. Мы 7, 8 вместе мафа. 8 показал бы что-то бонгеру, и мы сняли бы куда-то в сторону, не думаешь? Вот на первом боксе. Потому что руки больше никуда не соберутся. Ну вот 7, 8 надо поставить руку. Смотри, пятый игрок, во-первых, у нас третья игрок, просто на него посмотреть. Я на прошлый круг рассматривал двойку от 2 до 3, в 4, 5, 7, 8, от того, как руки за подъем ставят. Я объяснил свою мотивацию поставить 1, 3. Седьмой игрок, восьмой игрок почему ставил? Восьмой игрок сказал 1, 3 вместе красный, поставил руку за подъем. Восьмой не красный. Я собрал руки восьмого игрока, а восьмой скорее чувак. Седьмой игрок ставил за подъем, выставил за подъем. Не подозревает седьмой игрок. Поэтому я думаю, что сейчас я прогулся в седьмом, скорее. Я думаю, что потенциально даже на этом игра может закончиться. Потому что пятый, красный. Первый отчет, мне считаю. У меня остается только третья игрок, а другая, пока я не могу подозревать. Который собирал руки и бой себе все. Который, четвертый, акцентированный полосок. Чего? Лост. Да просто подумай по тому, как собирались ручки за подъем обоих. Вот ты можешь это понять? Если ты хотя бы признал то, что не попал по нулю в цвета. Один может быть черным, только с три. Иначе бы туда не полетело бы столько рук, вы понимаете? Ну типа я седьмого игрока не слезу. Уходит семь, если игра не закончится, я уйду. Но игра закончится, когда уйдет седьмой игрок. Потому что восемь-семь очень стильно, говорят. Ручку в сторону. Какая разница, там ни одного больше другого игрока не рисуется. Восьмой вообще сказал, у него второй бетонный маф. Которого никто по столу не атаковал, кроме восьмого. Вам с этим комфортно? Кто сказал? Юра говорит. Ну типа третий теперь не такой красный. Я маф с третьим, Юр. Я маф с третьим. Да нет, смотрите, игрок в номер 5, но вы походу тут реально красный. Я вам объясню, если для седьмого игрока восьмой маф, он не может ставить руку с вами, куда вы скажете, у него обязательно маф первый. Потому что если один тик или я. Потому что если один тик красный, он улетит с одного, а не восьмой итог. Понимаете? Где черная рука еще, которая проголосует седьмого игрока? Один-три-восемь, у него двойка обязательно сидит с четвертым игроком, где четвертый просто в ноль меня, либо нагло потянул, либо первый, либо вся ошиблась с эти первого. Ну, только такая версия игры седьмого игрока. А если, допустим, восьмой красный для него, то у него вообще двойка за столом, только я не знаю, как это. Игрок номер семь. Ну, если восьмой маф, у вас обязательно между один-три и маф, вы не можете голосовать в десять. Если надо, то он скажет голосовать в десять. Сейчас сейфово десятого убрать, у него мафы семь-восемь. Не знаю, я хочу в семь голосовать, только на тот круг. Я думаю, десять. Я думаю, десять. Я думаю, десять. Смотрите, третий обязательно красный. Третий обязательно красный. О, седьмого игрока потенциальная двойка только один-десять. Десять. Где мой первый черный якобы говорит, дайте я победу с четвертым игроком, нет. С нашим мафом игроком, нет. Ты с ним перед своим будешь, вы можете встретить. У вас нет аргументов против десятого? Вообще никаких. Вы собираете руку в десять. Это бесшерифская. Я точно цветов не знаю. У меня проверок нет. Я думаю, что можно быть командой семь-восемь. Юрий, я переубеждать не буду. Я думаю, что третий может быть красным. Я тебя прошу только об одном. Тебя отстрелят? Жесткое завещание оставь. Оставь жесткое завещание, пожалуйста. Чтоб третий не поиграл против него. Я думаю, сейчас уходит десять. Мы уходим угадайку один-три-семь. Я тебя прошу, оставь жесткое завещание. Либо мы прилетаем два в два, и еще третий, чего? Десять. Что, ребят, ты опять красный? Нет? Один-пять черный? О, один-четыре-пять команда? Первый хотел пили с четвертым. Ну да, ну, пишу, ревка сложен. Ну, роли там у нас каевика. Что поделать? Тедди просто уперся в то, что он не понял, о чем я говорил. Какая-то мы пишем на черный. Нам без аргументов. Восьмой получается красный, да? Петушок. Сказал, один-три бетон красный, не отдам. Ладочка. Фу. Фу, ребята. Да сидел на мавчике. Один-пятьдесят пять налутал. Один-пятьдесят пять налутал. Ах, хорошо. Как вам каточка? Бля, у меня аж температура стала сорок. Температура лица стала сорок, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой. Тебя сейчас острелят, Пок. Сначала 3.7, у меня черный. Потом стал 10. Но нет, это нормально. Красный игрок может ошибаться. Я косил под красного. То есть, нет-нет-нет. Там было нормально говорить, что... Я думал, что в 3.7 есть точно черный. А, ты про это говоришь. В смысле, я думаю, что в 3.7 точно есть черный, если красный один. А в конце против один я и не играл. Видите, я сыграл против десять. Жесть, это что за игры? Вы что, если я прихожу смотреть хуйню на мафии? Зачем у нее контент суете? Минус 0.15 или сирия. То есть, в чем плюс от типа этого мува? Ну вот в чем... Какого? Какого? Когда в 8-ой игрок просто взял такой, я шериф. Вот, то есть, когда, ну, уже было, ну, ясно всем, что шериф в строй, ну, вроде-вроде как. То есть, в чем смысл типа этого действия? Андрей. Андрюша. Ау, вау, чего ты меня так будешь? Так, зачем ты это сделал? Вообще мне нравится, когда, ну, типа, я второй раз на мафии, второй раз Мирный скрывается в Мирного с черной проверкой. Да, зачем? Ты вскрылся. Третий мой опорный красный, нет? Третий мой опорный красный. Все, какие камеры волосы. Ты вскрылся с... Да стяжу я по фану, стяжу по фану, проверяю три. Караси. Красиво. Так, а это, а ты решила игру, ты хочешь сказать? Ну, тебя сняли, если что. Так, а меня сняли бы, мне кажется, при любви даже. Играем, ребята? Каккуда ты знаешь, ты зачем-то сделал мув, который тебе явно не делает... Тебя бы не сняли. Кто-то ливнул, или мы играем, друзья? У нас ливнули двое, минимум. Здесь 10 человек. Я точно ухожу, спасибо всем. Да, у нас шла Марина и Волош. Мы можем сыграть, потому что там есть чакра. Ну, если вы хотите, мы можем сыграть. Это можно. Я пойду, мне очень весело. А чё так? Отличная игра. Ты чё, Елисей? Ну, хорошая игра. Ну, Юр, ну хорошая игра. Да, Елисей, ты выводишь один, это ГГ. Опять не умирают, то улыбывают. Без Шерифа, типа, играет. Клубол трудно выиграть. Нет, тут не было трудно выиграть. У нас игрок скрывается красным. Ты бы в пятый... Красный друг скрывается. Ты в пятого профессиональную руку бы не послал. Так он... Пятый бы не выжил. А если бы он выжил, был бы пиздец. Клаус, если пятый выживает, ну, Гадеки уходит пятый. Вы сняли бы первого, типа, Юра просто убил бы 10, и 3-7 просто рубится. Не знаю, мы бы сняли первого, и я бы, наверное, убил... Свету был бы 10. Я убил бы 3, нет, я бы убил 3, и сказал, что 10 специально сказал, что 3, типа, суперкрасный на предыдущий ход, чтобы убить. Ну, там всё равно. Но там не стопроцентно я уже ухожу. Там ушёл Свят, его убили, я бы сказал, пятый, типа, красный. Ну, смотри, я свою речь начинаю с того, что я подумал, что Юра не такой же красный в этой игре. Потому что у него был цвет 4, не чёрный, а порный. Я начал думать только об этом. У меня один был бетон чёрный, а три круга. Что ещё раз? Юра поиграл 2-5 вообще-то. Он сказал 4, не чёрный, а бёжный цвет. Ну, так же, как и ты сказал. Я сказал 4, потому что 5-6 его накрасняли. У меня это от игроков 5-6. Му, на самом деле, хочешь анекдот, Му? Я когда всё вот говорил, свою речь про тебя, я забыл, что ты мой маф. Я смотрю, так, типа, 6, не мой маф, 7, не мой маф, 8, не мой маф. Так, 9, не мой маф, даже и 10, не мой маф. А кто мой маф? Я смотрю, я смотрю на картинку, а там 1, 4, 5. Я такой, вот! Меня, блядь, едет, я думаю, окей, выкинем этого ЛЛС. Ну, типа, ты знаешь, стандартная игра, где и красный, и чёрный отказываются на ранних боксах от мафа, а потом красный на последующих слотах думают такие, ну, наверное, это, сука, мафа, и от него отказались, а он красный начинает его заигрывать. Угу. Сайт так несправедлив, это просто пиздец, я поставил по завещанию, что мне вставили, мне дали минус 0,4. Да, причём тут завещание? Минус 0,15 у тебя же, нет? Ну, мне минус 0,4, да, в последнее. Минус 0,4 висели? У меня 0,05. В совещании это не тот, кто ты должен снять. И минус 0,4. А, окей, в сумме 0,15, да? Ты можешь забить хуй просто и... 0,5, 0,0,2 и минус 0,5, 0,2 и минус 0,4, понятно, понял, 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 понял. У нас расход, у нас Алина, господи, извиняюсь, Марина уходит, Марина уходит, Елисей пасует, соберёмся завтра. Да, гуд. Юр, я готов остаться, если ты говоришь, что надо остаться, но... Но Марина уходит? Ну, типа, четверг сразу говорю, я играть не буду, ну, наверное, как и Муй, Елисей, в том, что, типа, там, типа, Турика... Не, расход, расход, гуд, расход. 4,5-5 часов в день, это гуд. Да, ой, да, 5. Больше не надо. Я буду всё смотреть, очевидно. Может, с утра, если мы соберём, но ты же вроде рано... Ну, как-то рано... Не, ну, если... Не, смотри сам, если, типа, захочешь поиграть, то соберёмся. Давай, чуваки, тогда тоже пойду, спасибо большое, завтра я напишу, в 7-8 подсоберёмся, я думаю. Вот, пишите в ВК, если что. Спасибо. Тихо, что-то мы играем, по-моему, мало. Ну, хотя... Ну, зато мы играем каждый день. По 4 игры мы играем. Какие по 4 игры? В первый... В первый день... В первый день мы играем сейчас. В первый день мы сыграли 6, Елисей. Первый, да, в первый день мы вообще 8 сыграли. А, 8? Мы не сыграли 4 игры, Елисей, мы сыграли 5. Я одну повёл, и 4 сыграли. Юр, у меня в таблице все игры записаны. Да? По-моему, я вёл красный-красный, черный-чёрт. Сейчас проверим. Ты не вёл игры в таблице. Одну я вёл. Я говорю, Елисей, одну по-лисски. Где Волоши, он на Маске. Да, я понял. Короче, ребят, я напишу, что позавтра. Там в 7-8 будет сбор. Я напишу в конфе, пишите плюс. Спасибо, ребят, что пришли большое. До завтра. Пока, пока, Юра, спасибо.